Сегодня у известной блогерши Лены Миро, которая высказывается о жизни звезд, вышел пост на LiveJournal, который затронул Даню Милохина и Евгению Медведеву. В основном, суть сводилась к тому, что все это большущий пиар со стороны телеканала, но никак не настоящая любовь. Лена привела цитату Милохина. Она спортсменка, а спортсмены очень, другие люди. Не могу думать о чем-то больше. В ответ на такой ответ от Дани, блогерша написала следующее. Эвона как? 19 лет, а такой просчитанный. Настолько, что все эти рассуждения выглядят так, будто их заранее подготовили. Написали на бумажке и заставили выучить. То есть, опять же, утверждение в сторону того, что указания сделать пиар поступили свыше, и даже был дан определенный сценарий, как отвечать при тех или иных вопросах. При этом Лена не ограничивалась лишь от них Медведеву Лохиных, и вспомнила про Тимати и шоу про холостяка, где звезда рэпа тоже, так сказать, лишь играл в игру. Все было за правду, ага, любовная любовь, а потом морковь, как на холостяке, где Тимати любил эту, как ее, с маленькими ручками. Если со всем вышесказанным я еще могу поспорить и могу поверить, что не все романы это заготовка, то последнее утверждение Миро заставляет задуматься. Еще более насущный вопрос, а кто вообще верит в телероманы? Есть вообще такие наивные люди, которые так хавают, искренне полагая, что в телевизоре показывают не мыльные оперы, а настоящую жизнь, заключила Миро в своем посте. Ведь правда, а могут ли дать продюсеры дать участникам шанс на настоящую любовь, если это может пойти мимо рейтингов? То есть, к примеру, двое главных участников безмерно любят друг друга, но при этом показывают любовь не так, как выгодно это видеть массовому зрителю, или же показывают любовь так, что это в какой-то степени мешает рейтингам передачи. Естественно, что рейтинги будут превыше всего, а значит продюсеры сделают все от них возможное, чтобы был определенный сценарий со своей интригой и кульминацией. Тогда все складывается как дважды два. А что скажете вы, дорогой зритель? Можете ли вы привести пример какого-нибудь шоу или телепередачи, где роман казался вам настоящим, а потом раскрывался обман? Пишите в комментариях.